Вообще, я люблю Destiny 2, ну а точнее, любил её до определённого момента. Примерно в середине жизненного цикла Forsaken и чуть-чуть после начала Shadow Keep'а, игру я дропнул полностью. Хотя даже тогда, несмотря на некоторые спорные решения, а также количество и качество выходимого на тот момент контента, в игру я всё равно иногда возвращался. Но потом контент, за который я и многие другие люди платили, просто начали удалять из игры. Я бомбил, растёкся огромным постом в Стиме про то, что Destiny 2 — это величайший скам 21 века, и игру забросил уже насовсем. Но! Во-первых, Банжи анонсировали предпоследнее дополнение Lightfall, и пусть показали всего лишь синематик, но! В адоне будет ебучий киберпанковый город на ебучем Нептуне с новыми ебучими теневыми способностями, среди которых будет ебучий Грапплинг Хук, а вы знаете, как я дрочу на Грапплинг Хуке в играх. Во-вторых, Дустан вышел в Epic Games Story, и вместе с этим раздавали контент-пак в честь 30-летия Банжи. А как бы чё бесплатно его не взять? Ну и в-третьих, в течение недели после Геймскома можно было бесплатно поиграть во все существующие дополнения. Заценить все их активности, все нововведения и полностью пройти все сюжетные кампании бесплатно, что я, собственно, решил и сделать. После чего всё-таки купил эти дополнения в Стиме, но, хей, это стоило меньше 300 рублей. Хотя, почему я решил это сделать, учитывая мою текущую позицию к Банжи, я расскажу ближе к концу. Ну а сейчас позвольте мне поделиться своим новым опытом в Destiny 2 спустя 3 года отсутствия. Первое, на что я сразу же обратил внимание, зайдя в игру, это обновление подклассов. Конечно, на релизе Witch Queen'а был очень странный момент, заключающийся в том, что обновлен был только Void. Ну то есть в Void'е у нас вот такая красивая и клёвая менюшка, а все остальные старые без изменений. И чё они так по одному подклассу будут менять с каждым новым дополнением? К счастью, Банжи это не 343 Industries, а... а хотя хуй его знает, если честно. Ну в общем, спустя полгода после обновления Void'а также были обновлены Solar и Arc. Ну и, наверное, Stasis, я просто не знаю, в каком видео он появился на релизе. И новые подклассы... клёвые. Благодаря ним Destiny наконец-таки начинает потихоньку превращаться из обычного лутер-шутера в полноценную такую мэмодро-чильню. Да, она, конечно, с релиза ей является, но я говорю здесь про гибкость. Вспомните, например, как мы раньше собирали персонажей на рейд. Эм... да никак мы их не собирали, просто брали палку-убивалку в виде шепота червя, бум-бум, всё готово. Сейчас же уже появилось какое-то базовое билдостроение. Тихийные способности синергируют с аспектами, из которых у нас теперь собирается основной фарш, а также неплохо взаимодействуют с модификаторами, но мне разбираться в этом всё лень, поэтому я покопался совсем чуть-чуть и собрал себе на Arcstrider классический билд на мили-додж-роллах. Ну, то есть милишка восстанавливает доджи, доджи перед противниками восстанавливают милишку, а если это альтернативная милишка, то она даёт амплифай и спидбусты. Ну и плюс быстро восстанавливающиеся додж-роллы хилят меня за счёт вормхаска, то есть я, по сути, бессмертный. Ну и самое, пожалуй, главное нововведение, пропагандирующее лукизм, долгожданная система трансмога. Теперь можно носить хорошие пастотам шмотки и не выглядеть при этом уродливо, потому что на них можно нацепить практически любой орнамент. Но перед тем, как вникать, что у нас происходит в дополнениях, давайте разберёмся, что у нас в принципе происходит в игре. Благо в игре есть таймлайн, который я прямо сейчас вам расскажу. Итак, здесь у нас Destiny 1, пробуждение, железные знамя, одержимый король, вся вот эта херня и, в принципе, всё, что нам надо знать. Итак, это эпоха первой Destiny, чертим черту, здесь у нас Destiny 2, а начинается она с кампании Красная Война. Здесь прилетает Гоул, это доминус Империи Кабал, он ведёт за собой Красный Легион, и он забирает у нас странника, отнимает у нас свет, и мы становимся беспомощными. И на протяжении всей сюжетной кампании мы возвращаем себе все наши способности и даём Гоулу пизды. А до кучи собираем ребят, и в шестером летим на корабль Императора Кабал Левиафана и пиздить его в рейде. Но это оказывается лишь его роботическая копия. И после этого мы отправляемся на Меркурий в новое сюжетное дополнение... Эм, сейчас, секундочку, я тут одну ошибку исправлю. Роклятие Осириса. Это дополнение показало, какой Осирис долбоёб, представила самого хуёвого босса в играх в принципе, и Сейд 14 сдох, это вот всё, что мы должны о нём знать. Но у него было довольно неплохое рейд-логово с Пожирателем Миров на Левиафане, с Кади, сука, я все твои пельмешки тебе когда-нибудь припомню, если найду, только попадись мне. Военный разум уже не такая депрессуха, но всё ещё херня. Сюжет абсолютно пустой, про то, как на железяку напал огромный червь, мы его убили, и хантеры получили себе самый лучший экзотик, а все остальные как бы пососали, ну да. Какая-то должна была раскрыться тайна по поводу происхождения экзо, но всем плевать, все шопот червя выбивают. Шопот червя нам теперь пригодится вообще везде, особенно в отвергнутых, и это самое лучшее дополнение, переубедите меня, попробуйте. Вкратце, Ульдренцов организовал побег из тюрьмы, убил Кейда, а мы убили его. А также разрушили проклятие города грёз, убив Ривен Ахамкару. Ахамкары это, если чё, такое существо, похожее на огромного аксолотля. Затем был Шэдоу Кип, который рассказал о присутствии тьмы на луне, эээ, присутствии луны, извините меня, пожалуйста. За кем-то хуем воскресился НТ-14, а также привёл вообще полноценный флот тьмы в игру, которые в конце уничтожили планеты и удалили половину контента из игры. А также лично меня Шэдоу Кип немножечко запутал, смотрите. Вместе с ним в игре появился пролог из первой части, мы, проходя его, попадаем в новую башню. Хотя новая башня находится в конце сюжета, где старая уже разрушена, а мы сюжет старой башни ещё не начинали. И никаким образом не должны были попасть на новую башню заранее. Мне похуй, если вы ничего не поняли, меня это бесит. Ну, а мы медленно переходим к Beyond Light. Первое же дополнение, которое я попробовал, сразу начало меня разочаровывать техническим исполнением, потому что оно было в некоторых местах неиграбельным и непроходимым. Дело в том, что при включении пререндерных синематиков, FPS падал сначала до 13, потом до 0, и из-за этого игра кикала меня на орбиту. Ссылаясь на то, что у меня низкий FPS, попробуйте понизить настройки графики. Естественно, я полез в Google с этим вопросом, и решения по этой проблеме, которые я находил, были датированы 20-м годом, то есть примерно тогда, когда это дополнение и вышло. И, во-первых, ни одно из этих решений мне не помогало, а во-вторых, я прочитал то, что в одном патче эту ошибку исправили, а в другом она уже снова вернулась. Важный момент в том, что я эту миссию проходил в Epic Games Story, может быть в Steam не было такой ошибки, я не знаю. Но, по крайней мере, когда я перешёл на Steam, уже в Witch Queen у меня такой херни не возникало. И вот я было прикапывался раньше к таким незначительным гличам, типа дыркам в картах, через которые можно вылететь в Out of Bounds, это на самом деле вообще безобидные эксплойты. Но вот это вот уже серьёзно, дополнение буквально неиграбельно. Единственное решение, которое я нашёл, это максимально быстро попытаться скипнуть кат-сцену, таким образом пропустить сюжет. И мало того, что даже на релизе такую проблему со скрипом можно было бы трудно принять, но её по факту не починили, а точнее даже второй раз сломали и два года вот так вот уже живём. Но, как говорится, одно говно навалили, можно перейти к сюжетной кампании. Сам сюжет теоретически неплохой, имеет свой потенциал, но вот только повествование его не очень-то и раскрывает. Этот сюжет практически так же, как Shadow Keep, является одним большим филером, но который при этом двигает сюжет тем фактом, что стражи научились пользоваться тьмой. И это важно. На спутнике Юпитера Европе дрифтеры, рисморны и экзо-незнакомка, вернувшиеся из первой части, сталкиваются с флотом тьмы. Теми самыми пирамидами, которые были показаны в сцене после титров оригинальной кампании. Да, мы с ними сталкивались уже на Луне, но сейчас ситуация серьёзнее. Начнём, пожалуй, с самого интересного сюжетного поворота, который происходит вообще хер пойми когда. Во второй части экзо-незнакомка оказывается уже знакомкой, и зовут её Элизабет Брей. Она приходится с сестрой Анастасией Брей, которую мы уже видели в Военном Разуме, и обе они дочери Кловиса Брей, чья корпорация по производству экза также присутствовала в Армайде на Марсе, ну и сам Кловис Брей оказывается уже давно с нами в игре. Так как он, по сути, был производителем экза, он также заключил свой человеческий разум в тело экза. И этим экзой является Банши 44. И учитывая, какое прошлое у Банши 44, это довольно трагичная судьба и довольно неплохой сюжетный поворот. Я даже реально охренел. И из интересного это всё, что произошло даже не в сюжете, а после него, потому что по сюжету мы просто получали способности тьмы. Ну и параллельно разрешали конфликт между двумя разными фракциями падших, одна из которых это Вал Эрамис, которая там типа какая-то пиздатая или типа того. И она тоже захотела получить тьму, а дружественный падший Варикс такой... Нет, она её не должна получить. Но он так просто делает, я не знаю зачем. Ну и только полностью сфокусировав силы стазиса внутри себя, побеждаем эту самую Эрамис и в принципе всё. Ну и там завалы ещё вроде как поплачат, типа ааа, там мы свет должны использовать, а не тьму, да и хер с тобой, страж, используй чё хочешь. Ну короче, как наш личный персональный прогресс, мы теперь обладаем способностями тьмы, и это клёво. А в остальном история пустая и филерная, ни к чему толком не приводящая, и никаких выводов не делающая. Плюс именно с этим дополнением у нас пропал весь контент первого года, ну а также в компании дополнения содержится огромная куча критических багов. У меня очень много раз просто не показывалась ни цель, не появлялся баннер миссии, я вообще не понимал чё делать, кроме как перезаходить. Из отдельных плюсов дополнения могу отметить экзотическую скаутку Deadman's Tale. Сука, самая пиздатая пушка в игре, это лучшая девочка в доте, я вам говорю. И в рейд, конечно, я ещё не ходил, потому что не с кем. Но финальный босс-послушник Рулк, это просто какой-то ультра-килл момент на самом деле, это охеренно выглядит. Так что сюжетная кампания Beyond Light'а получает 2 из 10. Общая оценка дополнения ставиться не будет, потому что полностью я его, естественно, не исследовал, поэтому переходим к Вичквину. Итак, Вичквину сразу же с барского плеча я отсыпаю плюс за то, что очень легко подобрать песню на интро. Да и в самого дополнения уже получилось лучше. Его даже можно ставить в сравнение с эталонным Форсейкином. Если Форсейкин в своё время был 5 шагами вперёд, то Вичквин — это 2 шага вперёд и 3 в сторону. Причём не всегда понятно, куда именно. У нас уже появился более внятный замес и более внятные угрозы в виде Саватун, которые она вздразнит аж с самой первой части, и даже во второй вначале тоже дразнила своей песнью. Более того, хер с ним, что она прилетела со своим флотом, со своим тронным миром, в который мы теперь можем попасть. Так её приспешники, да ещё и она сама, теперь обладают светом. Какого хуя? Начинается всё с того, что мы проникаем в тронный мир Саватун для того, чтобы вообще понять, что происходит. И там мы обнаруживаем то, что Саватун имеет свет. Во втором акте мы условно ищем причины, откуда это всё. Мы ищем воспоминания Саватун, из которых узнаём, что она, оказывается, была на земле, и она практически умерла. И во время своей смерти она просила благословения странника, и он дал ей это благословение, и она стала носителем света. Она поделилась этим светом со своей армией, и в игре реально есть рыцари Улья, которые имеют своих призраков. Но и для того, чтобы победить их окончательно, нужно ещё доломать их призраков крутым добиванием. Да и вообще, наличие света у Улья, у Саватун, неплохо так контрастирует с тем, что Стражи приняли тёмную сторону силы, хоть и решили использовать её исключительно во благо. Сюжет здесь написан уже более классическим образом, и в повествование даже веришь. Геймплей на всё, в общем-то, тоже довольно хорошо, и Тронный мир работает примерно по тем же принципам, что и Город Грёз. Также имеет свои секреты и загадки, которые интересно решать. Финальная битва с Саватун, конечно... Да, слита так себе. А вот финальная катсцена, которая тизерит нам последующее дополнение, вот это вот уже неплохо. Господи, как же охуенно выглядит Свидетель. За сюжет 5 из 10. Почему именно такая оценка? Потому что я не Джонни Лейни, который говорит, что у какого-то конкретного аспекта дополнения проблемы жёсткие, и такой... Да похуй, 9 из 10. Так, чё там ещё? Форсикен нам добавил новый вид оружия, луки. Это дополнение тоже добавило нам новый вид оружия в игру. Глефы. Как говорят банджи, это первое в Destiny оружие ближнего боя, которое также может быть использовано и в дальнем бою. Все фанаты Destiny, конечно, в экстазии, а я вот чё-то не верю, потому что уже в 2018 году у нас появился Блэк Талун. Это меч, который может стрелять. Но глефы, в отличие от мечей, они от первого лица. А также их можно добыть исключительно крафтом. Да, в игре появилась ещё одна механика крафта оружия, и... никак они, блядь, не научатся. Они пытались добавить крафт в Асирисе, они пытались добавить крафт в чёрном арсенале, и всегда это выходило говно. И сейчас тоже. Естественно, ни о каком создании прям своей уникальной собственной пушки речи не идёт. Просто теперь ты можешь выбирать перки. И то, для того, чтобы открыть возможность выбирать все перки, нужно неистово гриндить. И собрать оружие можно только на той основе, которую ты уже выбил и которую ты уже прокачал. Но с другой стороны, как в такую игру можно было бы добавить хороший крафтинг? Просто посмотрите на Team Fortress 2. 15 лет назад это уже сделали. А с другой стороны, как мне кажется, в Destiny вообще никогда не появится нормальная система крафта оружия. Да, в общем-то, она ей нахер и не нужна. Короче, итог неутешительный. Я разочарован в себе, и походу я буду играть в Lightfall. Я очень надеюсь, что он будет реально хорошим. И это мы уже узнаем в феврале, если, конечно, до него доживём. Ну а почему же, несмотря на свою позицию к банджи, я думаю всё-таки купить Lightfall? Да потому что я попуск ебаный со стокгольмским синдромом, мне больше нечего сказать. Ну а на этом я заканчиваю. За просмотр спасибо. Ничего вас дальше просить не буду. И просто прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok